2 сентября играет рыбка тепло нагуливает надо на рыбалку все свой в доску 1 2 2 3 4 4 Молодцы, ловят в лед. Утро, утро начинается с рассвета. Здравствуй, 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 необъятная страна. Молодцы. Все, пошел я, пошел я ходить. У студентов есть своя планета. И это, и это, и это. Говорят, цевина. Это, это цевина. Полезные мысли, полезные слова, хорошие дела. Я просматривал видео Константина Павловича Бутейко, где он говорит, остальные муфторят. Первопричина заболеваний – глубокое дыхание. Человек вот раздышался, вымыл углекислоту и пошло-поехало. То есть, симптом один, а последствий – куча. Вот, и кто там, что там пишет. А я возьми, да, рубка так, напиши. Первопричина, значит, заболеваний – глубокое дыхание. Хорошо, вроде как. А что ж служит причиной этой первопричины? Почему человек раздышивается? Ну вот, вчера я смотрю, один там написал, говорит, ну вот, 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 браво, в точку, вопрос. Организм, слаженная система. И дыхание у него поставлено, и все-все, как бы сказать, параметры физиологически настроены на жизнь. И тут, на тебе, вот, что-то они тут расстроились, раздышались, и пошло, значит, вот, разное заболевание. И еще там два ответа, значит, пишет, ну, один, мало ли, это, может быть, там и кофе человек выпил, и переел, и пересидел, и потом далее идет и стресс. Вот это вот понятие стресс, оно мне, знаете, вот, как это, дураку дали, дали что-то такое, и он тут давай стресс-зывать, будто тут ничего другого нету. Стресс, стресс, мол, человек, дальше вот, все-таки пишет, ну, человек там по какой-то причине переживает отрицательные эмоции у него, там, гнев, ненависть и все такое. Ну, это уже как-то поближе. Второй отзывается, ну, в основном, опять-таки, стресс. Стресс, стресс, стресс вызывает глубокое дыхание, глубокое дыхание запускает, согласно Константине Павловичу, там, разнообразие болезней. Тогда такой вопрос позвольте. Вот, смотрите, если, ну, так немножечко, вот, бутейка говорит, что первопричина болезни одна глубокое дыхание, и для этого, значит, предлагает свою методику, как накапливать углекислоту. Ряд авторов, понимая, как работает эта методика, предлагает свои методы накапливания углекислоты. Ну, ладно, а то мы только немножко уходим, уходим в сторону. Значит, предлагают другие системы разные, нормализации. Но, смотрите, если причиной глубокого дыхания является стресс-матеток, то логичнее воздействовать на него, то есть, чтобы человек там не пугался, не переживал, не нервничал, не злился, не завидовал и так далее. И тогда получается, что подход к этому нормализации совершенно иной. То есть, одно дело, значит, нормализовать глубокое дыхание, не понимая его причин. Другое дело, это когда говорят, что это стресс, значит, можно влиять на этот стресс, дабы его не вызывать. И это уже совершенно иные методики, получается, в которых даже дыханию нет места осознать, почему стресс возникает. И, наконец-таки, я там как раз и дал такой вот отзыв еще один. А говорю, а что является причиной стресса? То есть, стресс в переводе означает напряжение. Просто-напросто. Слово напряжение, напряжение, которое возникает во всем теле. Из-за чего начинают нарушаться физиологические процессы, в первую очередь связанные с дыханием, с сердцебиением. И далее там с пищеварением. И пошло-поехало. То есть, осознание того, что эмоции, то есть, какая-то информация нас волнует, вызывает раздражение, негодование, страх, гнев, тоску и пятое-десятое. И все это-то такое приводит к этому понятию, к напряжению в теле. И далее напряжение запускает неправильно, опять-таки, дыхание, на что Константин Павлович делает упор. Ну, позвольте, а до этого, смотрите, какая целая цепочка. И тогда возможно, возможно и невозможно, а нужно, это твое отношение к тому, что происходит вокруг тебя. Вот бегит собака, черная собака. Все, мне страшно, это вызывает у меня волнение. Я начинаю паниковать, я начинаю тут кричать, топать ногами. Дыхание сбивается, углекислота вымывается. И я вызвал у себя заболевание. А если я отношусь к тому, что мне обстоятельства, которые приносят жизненный поток, вот я иду, в данном случае собака бежала, отношусь к этому совершенно иначе, то есть у меня совершенно иное мировоззрение, у меня совершенно иной подход к всем этим явлениям, которые показывают мне жизнь, то эмоционального волнения нету, нету. Значит, дальше напряжение стрессоорного нету, нету. Раз этого нету, дыхание не сбивается, не сбивается. Все, вся эта цепочка, значит, оказывается лишней. Как я рассуждаю, а? И когда ты понимаешь эту цепочку, идущую от мировоззрения и кончая проявлениями разного рода болезней, а в середине там стоит вымывание углекислоты из организма, то ты понимаешь этот процесс, совершенно по-иному к нему подходишь, и в результате начинаешь работать над тем, чтобы нормализовать свое, в первую очередь, мировоззрение, на основе которого у тебя закладывается настроение, настроение, довольство и радость. Вот я иду, и я доволен, и немножечко радостен. Все это те основополагающие вещи, которые вызывают нормализацию эмоциональных, как бы сказать, эмоционального фона в организме. Далее они же снимают и не дают появиться разного рода стрессорным фактором напряжение от каких-либо эмоциональных вещей. Особенно негативное отношение. Увидел, все, и у тебя негатив. То есть ты это принимаешь, это не принимаешь. Это уже категория мировоззренческая. Вот. И дальше у тебя нормально работает физиология, ничто ее энергетически не волнует, потому что само слово эмоция означает волновать. И когда вот говорят какими-то терминами, не понимается суть вопроса, суть проблемы. А она должна пониматься и рассматриваться в понятных сознанию человека словах и понятиях. И вот тогда он по-другому относится. И понимает, стоит ли ему задерживать дыхание или не стоит. Кстати, задержка дыхания вообще приводит к тому, что сами по себе смотрите, что происходит. Мы только, вернее, Константин Павлович рассматривает это, то, что накапливается углекислота и которая ведет к расслаблению там мышц, к расслаблению стенок сосудов. А когда идет волевая задержка дыхания, то те мысленные процессы, которые у человека доминируют, так называемая доминанта, еще вот такие понятия. то есть те процессы, которые преувладают сознание человека, с ними очень трудно справиться, не понимая их истоки и как они действуют. То есть, вот человек заволновался, там у него кредит висит. И вот он думает, как его платить, а то тут могут там пеню набросить и могут быть крайне неприятные последствия. Вот он в таких мыслях и ходит. Уже это вызывает напряжение в теле, за которым следует разлад физиологии. Так вот, когда человек волевым действием не дышит, тем самым он невольно сосредотачивается совершенно на ином. То есть, возникает как бы в сознании вопрос между жизнью и смертью. То, что ты без дыхания можешь умереть. И вот за счет этого уже все остальное теряет свою значимость. Это тоже нельзя скидывать со счетов. А тут только одно дыхание, только одно дыхание. Все. И вот тут получается, так буду подводить итог своей речи. Что существуют совершенно иные подходы к снятию вот этих вот всех стрессов, эмоциональных потрясений через простое изменение ну вроде как оно простое, но на самом деле далеко не простое, изменение своей внутренней сущности посредством мировоззрения. И если у человека мировоззрение совершенно иное, он относится к окружающей природе, вот как сейчас мы смотрим на речку, радостно, позитивно, видит во всем какое-то такое проявление Творца, видит свое место в этом творении, то все остальное не надо ему. Он и без этого начинает себя чувствовать и быть здоровым. то есть все остальные прибамбасики какие-то отбрасываются. Ну вот это вот одно, что касается первопричины глубокого дыхания. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Доброго дорога – здоровья и до zt дом